Сценическая школа. Первые учителя. По рекомендации старшей подруги, Фаина устроилась на свою первую театральную работу, которой очень гордилась. Актрисой на выходах в летний театр в дачном подмосковном посёлке Малаховке, к востоку от столицы. Биограф Матвей Гейзер рассказывал. Этот театр в дачном посёлке Малаховка, где летом отдыхал весь цвет московской богемы, построил богатый театрал Павел Алексеевич Соколов. В летний сезон там вовсю кипела жизнь. По вечерам на спектакли съезжалась самая изысканная публика. И неудивительно, ведь на сцене летнего театра пели Шаляпин, Собинов, Нежданова, Вертинский, а в драматических спектаклях играли такие знаменитые актёры, как Яблочкина, Садовская, Каонен, Остужев, Тарханов. Паину взяли туда на эпизодические роли. Но несмотря на то, что играть ей приходилось всего ничего, да и платили ей за это копейки, она была совершенно счастлива. Главное, работа в этом театре стала для неё прекрасной школой. Там она училась сценическому мастерству у лучших русских актёров. И не только наблюдала за ними, но и играла вместе с ними на одной сцене. А ведь совсем недавно ей заявляли, что в артистке она не годится. Свободные от работы вечера Фая посвящала театральной жизни Москвы. Ходила на спектакли, знакомилась с творческими людьми, окружением Екатерины Васильевны Гельцер. Экономя свои скудные средства, Раневская хитрила, чтобы попасть на тот или иной спектакль бесплатно. Она с трагичным видом заглядывала в окошечко театрального администратора, устремляла на него свои большие выразительные глаза и печально говорила «Извините меня, пожалуйста, я провинциальная артистка, никогда не бывавшая в хорошем театре». Хитрость часто удавалась. Сердобольный администратор выдавал юной ценительнице театрального искусства контрамарку. Однако вскоре администраторы стали узнавать Раневскую. Один из них сочувственно заметил девушке «Вы со своим лицом запоминаетесь». Больше всех столичных театров двадцатилетняя Фая любила художественный театр, спектакли которого смотрела все без исключения и по многу раз. Разумеется, в число кумиров молодой актрисы сразу же попал Константин Сергеевич Станиславский, который был особенно хорош и убедителен, по скромному мнению Фаины, в роли отставного генерала Крутицкого, старика Ретрограда в спектакле «На всякого мудреца довольно простоты». Любимым спектаклем девушки стал «Чеховский вишневый сад» с великолепным звездным актерским составом, у которого Фаи, впитывающей все как губка, было чему поучиться. Станиславский играл Гаева, Николай Осипович Масолитинов-Лопахина, Ольга Книпер-Чехова-Раневскую. Биограф Андрей Шляхов рассказывает. «Однажды Раневская шла по Леонтьевскому переулку и увидела пролетку, в которой сидел Станиславский. От неожиданности она растерялась, а потом побежала за ним, крича «Мальчик мой дорогой!». Станиславский смотрел на экзальтированную девицу добрыми глазами и смеялся. Эту случайную встречу Фаина Георгиевна пронесет в сердце через всю свою жизнь. Она боготворила Станиславского, преклонялась перед ним, обожала его. В это благодатное, хоть и непростое для нее время, знакомство с Москвой, Фаина была представлена Цветаевой. Особой любви у Фаи к Марине не возникло, однако женщины стали довольно близкими приятельницами, поддерживающими знакомство много лет. Биограф Матвей Гейзер писал. «С Цветаевой у Раневской не возникло той глубокой нежной привязанности, которая связывала ее с Вульф, Гельцер или Ахматовой. Но тем не менее они сдружились, и потом много лет общались и даже поверяли друг другу секреты, которые не всем могли рассказать. Так, например, она куда больше многих знала об отношениях Цветаевой с поэтессой Софией Парнок, отношениях, вызывающих осуждение общества, но совершенно не шокировавших совсем молодую тогда Раневскую. Она уважала любую любовь и сочувствовала русской сапфо, как называли Парнок. У Цветаевой она научилась всегда уважать творчество, даже если оно выглядит не слишком понятным и даже смешным. «Однажды произошла такая встреча», — вспоминала она, «в пору гражданской войны, прогуливаясь по набережной Феодосии, я столкнулась с какой-то странной нелепой девицей, которая предлагала прохожим свои сочинения. Я взяла тетрадку, пролистала стихи. Они показались мне несуразными, не очень понятными и сама девица косая. Я, расхохотавшись, вернула хозяйке ее творение. И, пройдя далее, вдруг заметила Цветаеву. Побледневшую от гнева, услышала ее негодующий голос. «Как вы смеете, Фаина! Как вы смеете так разговаривать с поэтом!» Субтитры создавал DimaTorzok